Всем привет! Сегодня наш очередной день на Пхукете. Мы сейчас находимся в районе пляжа Найхарн, это южная часть острова. И сегодняшний выпуск посвящен вторичному рынку недвижимости. То есть мы сегодня с вами говорим о вилле не от застройщика, а от собственника, то есть от человека, который покупал эту виллу несколько лет назад. Мы находимся уже на ее территории, поэтому начнем с самого дома. Погнали! На этой вилле три спальни, две из них идут в основном доме и одна стоит отдельно. Мы сейчас в основном доме, одна спальня тут и одна вон там. Сейчас посмотрим кухню. Ну как бы все укомплектовано, видно, что вилла обжита и есть все. И ножи, и поварешки, и кофеварки, и печки, и вытяжки. В общем, есть все, абсолютно все, посудомоечная машина на месте. Я вообще заметил, практически в каждой вилле на Пхукете априори идет посудомоечная машина. Несмотря на то, что кухня компактная, мне кажется, здесь около 8 квадратных метров, но она очень функциональная, каждый участок грамотно распределен здесь. Ладно, пойдемте в спальню. Это гостевая, здесь минимум мебели, но есть все необходимое. Есть свой собственный санузел, есть большой шкаф, куда можно очень много вещей положить. Очень удобный момент в этой вилле, то что в каждой комнате, в каждой спальне есть свой выход в общую зону, то есть есть выход на бассейн. Не нужно ходить через зал, через гостиную, проснулся, открыл дверь и пошел, покупался, либо пожарил барбекю. Очень необычный шкаф. Первое впечатление, как будто нахожусь в гостях у китайского императора. Так, здесь у нас обеденная зона. Очень много дерева в этом доме. Мне почему-то кажется, что вот это тик. Тик – это бессмертное дерево, которое может 500 лет стоять в Таиланде. Его не грызут термиты и муравьи. Очень ценное. Еще есть, я не знаю, где они брали, но очень крутые элементы декора. Я вот такую лампу никогда не видел. Кокосовая лампа. Здесь на противовесе камень. Выглядит необычно и прям экзотика. Клево. Ладно, идем в другую спальню. Это уже побольше. Здесь есть даже маленький туалетный столик. Или, я не знаю, можно сказать, что это рабочее место. Здесь больше ванная комната. Есть даже не только душ, есть уже полноценная ванна. Даже можно сказать, что это джакузи. Надо полагать, что это хозяйская спальня. Я просто не видел еще третью. Которая находится в отдельном доме. Но пока что, мне кажется, что это мастер-бедрум. Потому что здесь стоит ванная. И само спальня гораздо больше, чем предыдущая. И очень красивый вид из ванны. Вся внутренняя территория, бассейн. Все вот видно прямо отсюда. Даже обуваться не буду, потому что здесь все так чисто. По поводу самого дома. Здесь 900 квадратов площадь земельного участка. Это реально самый большой земельный участок в этом поселке. Виловый поселок, где мы сейчас находимся, называется Окьянг. Площадь земли 900 квадратов. А жилая площадь, вот на все три спальни, 180. Здесь уже есть маленькая зона для барбекю. Беседка. Качели. Очень клевые качели. Ну ладно, давайте смотреть, что это за дом. Да, похоже, я был прав, что предыдущая спальня, это была мастер-байдром, а это очередная гостевая. Но очень милая. Я думаю, что здесь площадь домика этого порядка, наверное, 35-42 квадратов общая. Так, тут спальня, а тут здесь у нас шкаф, раковина и душ. Да, ванной здесь нет, но это душевая. Ладно, пойдем смотреть саму территорию. Территория у дома большая. Мне кажется, что здесь и на велосипеде можно кататься, и вплоть до того, чтобы поставить какой-то красивый белый шатер и провести здесь свадьбу. Так, беседка. В беседке проведено электричество. Есть вентиляция, есть свет, есть розетки. Смотри, душ какой. А ну. Мне нравятся такие решения дизайнерские. Это как в японских фильмах. Так, бассейн. Бассейн не маленький, я думаю, порядка 15 метров в длину. И сделан, ну, это заметно, что он сделан как ванная. То есть вот такой вот формой. Центральная часть более глубокая, здесь поменьше. Бассейн с подсветкой, кстати. Так, здесь центральный въезд и парковка. Парковка крытая на два места. Как видите, стоит джип и места еще достаточно. Еще можно такую же большую машину поставить. Так, тут у нас, тут у нас подсобное помещение. То есть провода, моющие средства, топоры. Здесь стиралка. Так, с домом более-менее разобрались. Едем на ближайший пляж, на Найхард. Он в пяти минутах езды отсюда. Мы снова на пляже Найхард. Это потрясающее место. Я не знаю уже, что говорить. Мы здесь снимали, наверное, 4 или 5 проектов. Потрясающий пляж, инфраструктура рядышком в пешей доступности. Все есть. Отличное место. Самый южный пляж. Дальше всего расположен от международного аэропорта Пхукет. Но, тем не менее, в нем есть что-то, какая-то изюминка. И также смотровая площадка здесь есть с ветряными мельницами, откуда открывается просто потрясающая панорама как на эту часть, так и на соседний пляж. Но тоже очень красиво. Более того, мы делали видео обзора основных пляжей Пхукета. И мы начинали с этой смотровой площадки на Найхарне и двигались на север острова. Итак, давайте подытожим. У нас есть шикарный дом с большой территорией и отличным садом, который находится в 5 минутах езды от потрясающего пляжа Найхард. И стоит этот дом по сегодняшнему курсу около 700 тысяч долларов. Обслуживание такого дома выходит чуть менее 2 тысяч долларов в месяц. Это с чисткой бассейна, с уходом за стрижкой сада, уход за газонами и прочее. То есть это все под ключ. На этом у нас все. Не забывайте следить за обновлениями на нашем YouTube-канале, на нашем сайте. Очень много полезной информации, очень много интересных проектов. На сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok